Здравствуйте! Это новости Дагестана. Мы по-прежнему вещаем из дома. На связи с вами Джамиля Шарипова. В Дагестане, где к борьбе с коварной инфекцией по поручению президента подключилась армия, военные строители возводят современные медицинские центры в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. С ходом строительства трех многофункциональных медцентров ознакомились глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель министра обороны России Тимур Иванов. На данный момент на всех площадках круглосуточно в две смены работают полторы тысячи человек. Наш корреспондент Алина Багилова побывала в Каспийске и увидела своими глазами, как строится госпиталь. Подробности в сюжете моих коллег. В ближайшее время на территории центральной городской больницы Каспийска появится многофункциональный медицинский центр, рассчитанный на 60 пациентов. Площадь стройки более двух гектаров земли. Строительство госпиталя идет не по дням, а по часам. Задача максимально ускорить процесс, чтобы принять первых пациентов. В работе сейчас задействовано более 300 человек. Уже 30 июня здесь будет запущена инфекционная больница. На месте работают геодезисты, инженеры и другие специалисты. Построить больницу в нескольких городах Дагестана, в том числе в Каспийске, было поручено накануне главой государства Владимиром Путином. Модульный госпиталь будет оснащен всем современным оборудованием. Палаты освещены. Везде внутренние коридоры, это все чистые зоны. То есть пациенты попадают через приемное отделение, через тамбуры, попадают непосредственно в палаты, и потом у них индивидуальный выход из каждой палаты. Это 5200 с лишним метров высоких технологий и продуманных решений, исключающих соединение. Современный инфекционный блок можно будет при необходимости перепрофилировать под другое отделение. Наряду с этим в Каспийске сейчас прорабатывается строительство детской многопрофильной больницы, аналогов которой нет на Северном Кавказе. Ее размещение запланировано на выезде из Каспийска в сторону аэропорта. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. В Дагестане федеральные врачи осмотрели более 400 пациентов с коронавирусом. Прибывшие специалисты консультировали больных, которые находятся в тяжелом и средне-тяжелом состоянии. За 15 дней они успели побывать во многих районах и городах республики, и теперь они, оказав всю необходимую помощь, возвращаются к себе домой. О том, как эксперты провели последний день в Дагестане, расскажет Патимат Ханапова. Пик заболеваемости в Дагестане пройден. Такую оценку дают московские специалисты. Поэтому эксперты покидают республику с чувством исполненного долга. По их словам, сейчас уже нет необходимости в их помощи. Мы можем четко сказать, что свою задачу мы выполнили. Мы рады были работать с коллегами из Дагестана. Мы рады, что оказались здесь в самый сложный момент. И мы рады, как вся республика, наблюдать, что усилиями, прежде всего, дадистанских специалистов при поддержке федерального центра ситуация нормализуется. Это, наверное, самое главное. Это, наверное, главный результат нашей работы. И мы еще раз хотим низко поклониться, прежде всего, коллегам из Дагестана, которые на своих плечах вот эту всю крайне неблагоприятную ситуацию вынесли. На сегодняшний день новый вирус встречается не только среди взрослых, но и у детей. По республике уже 145 подтвержденных случаев болезни. У этой категории протекает немного иначе. Поэтому приезжие медики решили провести свой последний день в стационаре для лечения коронавирусной инфекции у детей. Огромный вклад они внесли в том плане, что помогли нам с коррекцией лечения, помогли нам в плане ведения. Хотя они на сегодняшний день, как мне известно, они остались довольны и нашим лечением, и нашим подходом. Ведь не секрет, что на сегодняшний день, начиная с марта месяца, наши врачи, как заступили в центр коронавирусной инфекции, так и с конца марта и до сегодняшний день, ведь ни один из них не покидал территорию нашей больницы. Отметим, что специалисты провели в Дагестане 18 дней. За это время они успели осмотреть более 400 больных. В основном это были пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Поэтому стратегию их лечения корректировали опытные специалисты из столицы. Батимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Карачаево-Черкесская республика переживает сейчас сложный период. В среду за Дагестаном там зафиксирован пик заболеваемости COVID-19. По просьбе жителей Братской республики благотворительный фонд «Инсан» направил им гуманитарную помощь. Груз с медицинскими препаратами и продуктовыми наборами сопровождал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Семь часов дороги от Махачкалы до Черкесска гуманитарная помощь прибыла до местного назначения. Здесь три кислородных концентратора, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты для врачей на общую сумму около 4 миллионов рублей. Также более 25 тонн продуктовой помощи для нуждающихся семей. Сегодня, благо, ситуация в республике у нас в Дагестане нормализовывается. И когда к нам поступило обращение от Карачаево-Чешкейской республики, от народа, чтобы мы оказали гуманитарную помощь, мы отреагировали. И мы понимаем, что гуманитарная помощь, которая собрана нами всего лишь за один день, она не решит все проблемы, ситуации братского народа Карачаево-Черкесии. Но мы будем счастливы, если эта помощь послужит спасению хотя бы одной жизни. Партию с медицинской помощью выгрузили на складе местного министерства здравоохранения. А продуктовые наборы – их мечети селения Чапаевская. Нам очень приятно. Мы даже не ожидали и не рассчитывали на это. Но, алхамдул-иллах, как и везде, сегодня и в нашей республике обстановка очень тяжелая и тревожная. Много людей болеют. Это будет, иншаллах, подстать. Будем раздавать поселам, иншаллах, кому надо, кто нуждается, иншаллах. Это братский жест от братского Дагестана. Алхамдул-иллах, мы все рады, благодарим за оказанную такую честь, помощь. Население Качары относительно небольшой. Здесь живет около 500 тысяч человек. Меньше, чем в одной Махачкале. Но даже при этом, по словам местных жителей, катастрофически не хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, особенно в сельских поселениях. Мы на данный момент находимся на пике заболевания. Хоть об этом и молчат, но болезней очень много. Именно в нашей республике болеют ноги. Республика небольшая, по-любому. Передают, вот у него родственник заболел, тот умер вообще. Многие сейчас без работы, многие сейчас дома сидят. У многих, хоть они и не говорят все, у многих сложная ситуация. Именно с этим. Но об этом ходить никто же просить не будет, конечно. По мере возможности, благотворительный фонд «Инстант» продолжит отзываться на подобные призывы о помощи. Испытав на себе все трудности и лишения, связанные с пандемией, дагестанцы прекрасно понимают, как важна в этот период своевременная поддержка больниц и малоимущих граждан. Плечом к плечу с врачами инфекционного отделения в Махачкале волонтеры третьей городской больницы помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Рискуя своим здоровьем, студенты медицинских вузов и СУЗов оказывают всевозможную помощь своим землякам. Тему продолжит Курбан Рагимов. Это сейчас они могут снять свою защитную экипировку, перевести дух и пообщаться. Позади восьмичасовая смена без перерывов на еду и питье. В таком режиме волонтеры в одном ряду со своими старшими коллегами провели больше трех недель. В начале, конечно, было очень тяжело, как-то, ну, отеки там на лицах и так далее и тому подобное. А потом со временем просто к этому привыкаешь. Ну, единственный дискомфорт, который сейчас уже испытываю, это, ну, запотевшие очки, наверное, и все, как бы. Я с первого дня прям хотел, без разницы, как волонтер или как медработник, это не имело никакого значения. Мне главное было помочь людям и, ну, я чувствовал некий долг, то, что я должен быть здесь, а не дома. 12 мая третьей городской больнице разрешили принимать пациентов с коронавирусной пневмонией. Собственных сил было недостаточно, но в тот же день желание вступить в борьбу с опасным противником изявили 16 добровольцев. Это студенты медколледжа имени Башларова и Даггосмедакадемии. Волонтеры прошли инструктаж и активно включились в процесс. Их помощь значительно облегчила работу врачей. Молодежь, конечно, им свойственно рваться в бой. Их скорее надо было удерживать, чем останавливать. Поэтому, скорее всего, нам приходилось даже сдерживать их пыл, потому что они все время хотели выйти на передовую и помогать нам. Мы чувствовали большую ответственность за то, чтобы все у них правильно получилось. Те, кто приняли вот это решение, они очень серьезные ребята оказались. Айше Сулеймановой только 18 лет. Она без раздумий пополнила ряды волонтеров. Здесь первокурсница не только получила бесценный опыт, но и смогла проявить лучшие качества, доказывая верность идеалам своей будущей профессии. Семья спокойно к этому отнеслась. Наоборот, поддержали мою идею. Сказали, что это большой вклад в мой личностный рост, и также для пациентов, и вообще для всей ситуации в целом, может быть, я могу с чем-то помочь. Страха не было. Была надежда. И эту надежду нужно внушать всем. Не только пациентам, но и людям, которые боятся, переживают. Наш страх, он увеличивает вероятность нашей, ну как бы, самовнушения. Это опять-таки на психологическом уровне все на нас влияет. Поддержка людей доброй воли пришлась врачам кстати. Волонтеры быстро нашли общий язык с пациентами. Время, проведенное в больнице, запомнится им навсегда. В первую очередь мы должны были на психологическом уровне поддерживать их и не должны были их как-то отделять, выделять. Спокойно со всеми пациентами у нас водилась беседа, то есть шуточные разговоры, появились такие, скажем так, любимчики среди пациентов. Когда пациентов выписывают, мы как бы узнаем, мы смотрим по их медицинской карте о том, что они идут на выписку. Мы обязательно их навещаем, заходим к ним. Бывает такое чувство радости, ну теплое чувство, конечно же, бывает в душе. Просто бывает благодарность Всевышнему за то, что он уберег еще одну жизнь. За неполный месяц в третьей городской больнице вылечились более ста человек. К выписке готовится еще 70 пациентов. Уже к 20 июня здесь планируют завершить работу с коронавирусной пневмонией, так как эпидемия пошла на спад. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ход в пользу медиков. Прошедший в мае первый благотворительный онлайн-турнир по шахматам собрал более 25 миллионов рублей, которые были распределены в равных долях среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. В Дагестане часть денег, а это более миллиона рублей, передали Республиканской клинической больнице скорой помощи. Тему продолжит Зумруд Камедова. Еще до старта турнира участники определили, как и какому именно медучреждению каждый из них поможет. Причем весь призовой фонд разделили между регионами страны одинаково, вне зависимости от занятых шахматистами мест. И вот уже в больницу в большом количестве доставлены жизненно необходимые защитные костюмы, респираторы и перчатки. Стоит все это более 1 миллиона рублей. Кроме того, на счет учреждения были переведены денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Все шахматные федерации России, огромное вам спасибо. Для нас, вы знаете, это помощь и для нас, и для пациентов, это помощь для всех. Еще раз огромное спасибо. Большую вам признательность от себя лично и от всего коллектива. Всех вам благ. Почти весь мировой спорт замер, а шахматисты продолжают передвигать фигуры на шахматных досках, участвуя в самых разных турнирах, да еще и помогая при этом врачам. В период пандемии шахматная жизнь даже оживилась, хотя шахматисты раньше других перешли на онлайн-турниры. Болельщики уже привыкли к такому формату и наблюдают за поединками в соцсетях, а теперь благодаря турнирам удалось оказать столь необходимую и значимую помощь. Наш регион был выбран моим другом, коллегой, ингушским гроссмейстером Ирнестой Наркиевым, то есть одним из тех регионов, в котором будет оказана помощь. А больница, по согласованию с нашей федерацией, лично со мной была выбрана именно эта больница, поскольку я знаю, сколько коек здесь развернуто для лечения коронавирусных больных. И также хочу добавить к этому, что я очень рад, что шахматной общественности России и Республики Дагестан удалось внести свой вклад в общую борьбу, которая проводится в Республике Дагестан и в городе Махачкале городским штабом по нераспространению коронавирусной инфекции. В Дагестане уже второй месяц действует режим повышенной готовности. Для противодействия распространению COVID-19 на территории столицы был создан городской оперативный штаб, активисты которого задействованы в различных сферах деятельности. Мы раздаем средства индивидуальной защиты медицинским учреждениям, расположенным на территории нашего города. И более 10 тысяч специальных медицинских комбинезонов мы уже раздали, масок раздали. Мы порядка 50 тысяч на территории города. И эта работа планово будет и дальше у нас проводиться. И, конечно же, мы видим, что общая ситуация идет на улучшение. Есть спад. Это очень нас радует. Поэтому хочется пожелать нашим горожанам, чтобы они следили за здоровьем и берегли себя. Шахматисты объединяют вокруг себя людей образованных, имеющих широкие взгляды и умеющих принимать важные решения. И этот турнир тому подтверждение. Спортсмены, которые в период кризиса взяли на себя ответственность и привлекли своей благородной инициативой внимания всей страны, заслуживают безусловного уважения. Замурод Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И это все. Берегите себя. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова